У нас были предусмотрены вопросы мотивации персонала. В каждой компании, где мы сейчас за эту работу беремся, мы понимаем, что это очень тонкие настройки. Иногда разбиваем процент, плюс бонус, плюс бонус, плюс еще бонус. Иногда разбиваем процент, прогрессивно делаем процент, плюс за результат индивидуальные планы. В общем, много систем. Мы все это саккумулировали с рынка. Взяли данные, выстроили коэффициенты сезонности, коэффициенты по обратной связи по анкетам, кто делает обзвон. Высчитали несколько формул, которые действительно работают, внедренные. Это одна из тем, о которых мы на следующей встрече будем делиться и также с вами вырабатывать эти механизмы. Система мотивации материальная, нематериальная – это очень важная вещь, которые иногда и тормозят бизнес полностью. Есть такие несколько случаев. И еще есть вопрос, что мы, делая аудиты, вот здесь Владимир Борисович Белый, наш специалист с большим опытом по аудитам, то есть это оценка технического, оценка эффективности бизнеса и оценка развития бизнеса. То есть, грубо говоря, приходя в компанию, оценивая, что этот бизнес дает 5 миллионов выручки, имеет определенный процент загрузки, определенные перекосы в бизнес-процессах. Могу показать, чек-лист достаточно большой. Чек-лист видит... Владимир Борисович, сколько там параметров? Я сейчас просто анонсирую. Может, кому-то это будет уже актуально и полезно. Тогда готовы поделиться. В распечатанном виде, чтобы это геометрически было видно, это анкеты, которые переработаны полностью на основании дилерских, анкеты на основании различных сетей, которые делали чек-лист. Здесь все разбито по пунктам. Мы все это смотрим двумя-тремя специалистами. Видим тайного покупателя, видим собеседование, тестирование, аудит по оборудованию и прочее. То есть весь бизнес смотрим со всех сторон, оцениваем и говорим, что если предпринять такие-то действия, то бизнес будет приносить такие-то цифры. И вы понимаете, в какой системе координат, куда двигаться. Можете сами делать, опять же, можете к нам прибегнуть, к некоторой помощи, в части подбора, обучения персонала, по оборудованию, какие-то решения вам рекомендовать, по открытию постов. Система работает. Более того, компания Кастрол заказала еще аудит четырех своих сервисов подопечных, сейчас еще этот опыт будет. Это уже такой эффект масштаба наступил. Кому нужна такая помощь, как совет по развитию бизнеса, бизнес-совет, профессиональный, это есть, готовы обсудить, специально здесь, специально его вызвали, чтобы об этом не успели в рамках этого времени, но для кого актуально сейчас, можно эти вопросы будет за кофе обсудить. В принципе, кому интересно оценка состояния бизнеса? Один, два, три, четыре. Правда того, что сейчас будет через месяц у нас, не заказывать? Нет. Не с тем условием, чтобы подготовиться, когда у меня был тайный покупатель, я сам хочу правды, но не заказывать, да? А после того, что произойдет, чтобы не было, как-то там два, да, или три года назад у нас, какой-то потом контроль будет после вот этого обучения? Ну, вы же заказчики, говорите, нужен контроль, мы расписываем на год. У нас не только там разорванного у нас, но собственника один хочу, другой не хочу, а мы все хотим. Мы пока, собственно, не хочется, в какой-то момент недавно поняли, что не надо что делать, а пока, собственно, не хочет. Иначе это получается не то, чтобы не то. Все мимо. Поэтому основная задача при работе, ну, как Дмитрий Харитошин тут ушел, его сервис прям показательный. Я хотел его продать, а потом оказалось, что на самом деле он большие деньги приносит, и курица с золотые яйца несет. Он просто не видел потенциал. А чтобы увидеть потенциал, либо надо опыт иметь, бизнес-опыт, что там уже 5-6 своих наоткрывали, уже понимаете, что нельзя сдаваться, вот в период есть определенное там развитие, на каждом этапе жизненный цикл немножко разные характеристики дает. Вот. Либо надо его опыт иметь, либо надо просто-напросто приведомить, может быть, к помощи специалистов, либо опытных людей здесь, да, там, познакомиться. Либо в чем-то партнерство вступить, либо в какую-то сеть вступить. Но не считают правильным решением сейчас. Тогда я прошу прощения, еще быстро, что я хочу сказать, ваш Борис Борис, по своему вопросу. А сейчас кто-то занимался, то есть задавал какие-то задачи от нас? Не знал. То есть все на ваше усмотрение? Всех по... Все на ваше усмотрение? Да? Сразу ответить, чтобы все внимание Андрея Полтана сказал, мне делаем, мне нужно. Это вот официальный ответ. Это было вчера, сегодня уже по-другому. Ну все. Ну, я имею в виду, будет заказ делать. Я не знал, если все на ваше усмотрение, тогда просто такой вопрос, пока еще месяц остался. Единственное, что свои личные вопросы решили. Из того, что было, но это половина, и еще чего-нибудь надо, потому что, то есть понимаете, да? То есть я все то помню, все понимаю, и надо еще что-то. Давайте закончим, перенесем. Я потом пообщаюсь с вами, можно? Это итог того, что если обучение дает эффект, правильное применение инструментов при переговорах, правильный внешний вид, в том числе поведение, да, там, кто-то вообще делает, люди со сканером выходят, средний человек повышает на 20-30% сходу, то есть убедительность. Это умение, ну, то есть целая технология в продажах услуг, она дает 30% сходу после обучения рост. Дима Гусев слава сказал, что у него в два раза выросло, Дима Халитошин говорит, что в три раза человек вырос. Когда совсем плохо, оно прям быстрее растет. Но это не инструмент для бизнеса. То есть мы поучили людей, они замотивированы пришли, начали работать, и при этом все, через два с половиной месяца вы это потеряли эффект. Нужно поддерживать, поддерживать, мотивировать формулу, зарплатную пересмотреть, пересмотреть. То есть это вот начать и кончить. Нужен процесс выстраивать, чтобы он был долгосрочный, мы считаем это год. Поэтому все инструменты от подбора, от замены персонала до аттестации внутренних и регулярных с коэффициентами к зарплате, это надо делать единообразную систему, рабочую механизм. Точечное обучение работает, поменяли какое-то там оборудование добавить, тоже работает. Но по чуть-чуть, и общего эффекта он не такой большой, как мог бы. А если взяться серьезно за дело и комплексно решить все задачи, то в том числе и по поставщикам, где запчасти покупать, у многих, кто на рынок поехал, кто в соседней палатке купил, никто не оценивает, что они теряют, то результат реально большой, двухкратный в среднем. Там, где сервис на 17 постов 18 миллионов выручки, можно до 22-23 дотянуть, не больше. А там, где на 10 постов, условно говоря, 2 миллиона выручки, там можно делать 6. Ну то есть там динамика больше. Поэтому все зависит от вас, если есть желание. Мы говорим, что такой инструмент есть, появился, мы его опробовали, ничего сложного нет, но грамотная работа людей, чек-листы, регламенты, работа с собственником, она дает хороший эффект. Поэтому, если есть интерес, можем также обсудить. То есть, резюмирую, два вопроса серьезных, которые запланированы к анонсу, чтобы нам поработать дальше над ними, к следующему клубу, они даже не анонсированы. Поэтому, взяли за задачу подборы, значит, делаем. Следующие встречи мы с своей стороны обещаем показать, как это работает уже вживую, то есть уже часть сделана, кандидатов уже набрать в систему, чтобы вы посмотрели. А следующие вопросы мы сделаем основными. Годится? А сейчас вот система вот этого аукциона, ну, видео-режимная, уже доступа отможена? Да, и есть они, смотрите, заходите, да? Нет, они есть, можно часто показать, есть порядка 20 кандидатов. Это уже люди более-менее отобранные, которые в таких курсах проходили с рекомендацией. Но мы говорим о том, что пока это мало, и во-вторых, это не очень профессионально, потому что они все разные. То есть человеку там 60 лет, он хочет механику. Но у него нет, в системе никакого не бывает. Вот, именно для этого мы критерии вырабатываем, что в эту воронку попадают вот те, кто годится. Вот, мы это сделаем, это нам самим интересно, мы считаем, это вызовом в нашу сторону, потому что в системе очень много людей и очень много хороших ребят, которые готовы. Просто вы их не видите, и система не отстроена. Вот, поэтому ничего нового не изобретаем, только лишь отстраиваем то, что есть. Павел, чек-лист по аудиту, где-то в электронном виде можно посмотреть? Ну, вы понимаете, мы сколько вы это вложили, мы это так просто не отдаем, покажем. Вот дурачка, а чашу, похоже. В своих руках? Нет, а потом... Можно, но за деньги. Он на самом деле вам ничего не даст, потому что то, что... Нет, просто интересно, куда смотреть. Смотрите, подходите, вот здесь Владимир Борисович, вы готовы что-то комментировать? Просто покажу человеку, который это делает. Вот здесь тоже. Там территория, там структура управления персоналом технического центра, организационная, там структура численности персонала, чтобы перекосов не было, руководитель, функции его, там компетенции, мастер-консультант, проверка, что на него нагружено, что он делает. Это все оценивается и ставятся баллы определенные. Потом мы по каждому блоку, много блоков, по каждому блоку мы даем рекомендации, что, например, вот этого уволить, мы не беремся увольнять, мы говорим, что с этим человеком вы не вырастите. Это узкое место горлышка в трубе движения потоковой системы, там занимаемся только теми, что узкие места устраняем. То есть саму трубу расширять это сложно, это надо новые подъемники ставить, место новое, это ваша стратегическая задача. А в производстве, имея ресурсы, вывести на максимальный уровень загрузки и эффективности этот сервис, об этом речь идет. У всех обычно процентов на 50-55 сейчас потенциал используется. То есть если сервис может приносить по лыжечке 10 миллионов, он работает на 5, и люди говорят, ой, нормально. Потому что деньги вроде какие-то есть, и все движется. Можно выращивать до 8. Это цифра реальная. То есть из 10 на 80% от его производственной мощности можно поднимать. Много точечных моментов, включая и ПО, включая и персонал, особенно, включая систему мотивации, включая оборудование. Ну, собственно, мы вот со всех сторон на это и смотрим. Готовы делиться, но чтобы это применять, это нужно определенную другую технологию применять. Ну, Марсинович, я думаю, надо разрешать, что уже много задач, но получали себе много, уже надо идти работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!